И сразу хотела записать еще одно видео. Мне написали вопрос о том, вообще как этот процесс, насколько он будет сложной иммиграцией, и насколько не жалеем ли мы, что мы начали этот процесс, и стоит ли начинать этот процесс иммиграционный. И вообще, мое мнение по этому поводу, было несколько даже сообщений на эту тему. Вот что я вам скажу, что процесс действительно очень сложный. Настолько сложный психологический, что было очень тяжело именно пережить период до интервью. Ну что очень переживали интервью. Представьте, если вы два с половиной года ждете, и от ваших ответов, от вашего поведения на интервью зависит результат этих двух лет жизни, когда вы учили французский, когда вы готовились, документы собирали. Поэтому очень-очень тяжело было это пережить. Нервы были на пределе. И вот когда вспоминаем, сможем утешение, видео смотрим даже наше, то, конечно, конечно, не знаю. Через это второй раз, я не знаю, ли мы согласились бы пройти. Но ответить, стоит ли иммигрировать, я, наверное, смогу сказать только в Канаде, потому что процесс-то мы пошли, но результат еще как бы мы не получили. Этот процесс же мы проходили ради того, чтобы иммигрировать в Канаду. Но мы еще не там, поэтому вот ответить, вот так, что стоило или нет, я не знаю. Если бы мы, например, первоначально были и жили в Польше, переехали, извините, ребенок рядышком, потому что сейчас мы тут живем в монастыре, и здесь у нас как бы одна комната и еще одна, две комнаты соединенные, поэтому они всегда со мной. И в нормальных условиях снимать видео мне не получается, поэтому, извините за шум. Так вот, значит, процесс мы проходили для того, чтобы иммигрировать, но если бы мы жили в Польше, то не знаю, или мы решились бы на этот процесс, потому что там нам, в принципе, нравилось, там лучше, чем в Украине, условия жизни и уровень жизни. Поэтому не знаю, или с Польши бы мы иммигрировали, а с Украиной, то, наверное, там. Все-таки я бы не смогла, наверное, здесь оставаться, учитывая ситуацию, которая сложилась очень страшно из-за людей и вообще за страну, за будущее. Поэтому я рада, что мы, наверное, начали этот процесс. Ну, посмотрим по результатам уже, когда мы хотя бы поживем полмесяца, а лучше пару лет, тогда я с уверенностью смогу вам сказать, стоило ли проходить этот процесс и стоит ли вам начинать. Ну, все зависит, понимаете, от людей, насколько вам плохо живется в стране, исходы, да, откуда вы уезжаете. От этого и зависит, стоит ли иммигрировать или нет, потому что если вас, в принципе, все устраивает и просто хочется что-то поменять, то, наверное, сделайте ремонт в квартире и не заморачивайтесь с иммиграцией. А если вам настолько там некомфортно, тогда вопрос, стоит ли иммигрировать или нет, даже у вас не станет, потому что вы же сразу настроены на то, что вам нужно иммигрировать. Мне как вам вообще комфортнее, сможете ли вы пережить этот процесс. И, конечно, решать только вам. Все-таки итоги я буду подводить, пусть то, как мы поживем в Канаде. А пока на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Читайте мой блог. Ссылочку я оставлю под видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok